Во-первых, опыт очень большой, который действительно нам, я надеюсь, пригодится в следующем чемпионате страны. И это раз. Во-вторых, это увидели уровень команд, вообще увидели уровень футбола, уровень подготовки, так скажем. Повезло еще, считай, очень сильно нам, что поиграли на таких трех замечательных стадионах. Увидели это Карабах, в Арсенале и в Спортинге. Это, наверное, одни из самых лучших стадионов, где приходилось играть. И повезло поиграть именно с такими командами, которые очень серьезного уровня, Арсенал и Спортинг. И показали, к чему, куда стремиться не только команде Борска, а и, в принципе, всему украинскому футболу. Не то что игра, а и до игры, я помню, мы готовились не только, я готовился, готовилась вся моя семья. Мама приехала, была у меня, дети, они мне там перед самой игрой с женой послали в Viber видео, да, там поддержку. Поговорили, мы так переживаем, это перед игрой было. А уже игра, когда закончилась, я первым делом попал на допинг, да, и там хорошо, что был интернет. Я позвонил семье, хоть и поздно игра была, но Никита, у меня старший сын, он болел, он так радовался. Для меня это, конечно, эмоции, вот посмотреть на его, да, это очень незабываемые эмоции на всю жизнь. А плюс к тому, что удалось достойно сыграть тогда команде, все отмечали, да, но я так считаю. И плюс к тому, что посчастливилось забить гол, который будет в моей памяти на всю оставшуюся жизнь. ПОТЕРЯЛИ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ Потеряли ключевых игроков, это такие, я могу выделить, как Коба, Крава, которые действительно были ключевыми игроками и делали, так скажем, погоду на футбольном поле, да. А это из минусов с плюсов, это то, что предоставлялся шанс для других игроков, в частности для молодых, скажем, для того же Якубу, для Артема Габелка, которые, считаю, в принципе, достойно выступали и воспользовались своим шансом. Поэтому теперь, заглядывая в следующий сезон, да, мы сможем сказать так, если у нас, не если, а когда выздоровеют все ребята, у нас будет, я считаю, хорошая конкуренция, что будет придавать сил, энергии на тренировках, доказывать тренерскому штабу для того, чтобы попасть в основной состав. Вот это плюсы. ПОТЕРЯЛИ КЛЮЧЕВЫХ С позитивных и негативных, да, ну, с негатива выделю это два матча. Это с Александрией, когда действительно там, так скажем, провозили нас, ну, хотя начало было, я скажу, нормальное, были там, ну, предпосылок никаких не было, уже после пропущенных голов так команда рассыпалась. И матч с Арсеналом дома, после спортинга, здесь мы тоже, откровенно говоря, провалили эту игру и было действительно стыдно за нее. Ну, на то был после Арсенала ряд своих причин, там, после поражения от спортинга, такие мы были чуть, ну, в плохом настроении, так скажем, да, и не было эмоций уже. Ну, а с позитива это выделил бы, вот, среднюю часть чемпионата. Не буду выделять какую-то особенную игру, но игры, которые команда, игру, которые команда показывала в средней части чемпионата, где там у нас была неплохая серия с побед, вот, в принципе, побед заслуженных. И, что самое главное, по игре, я считаю, мы были в тех играх, что выигрывали лучше своих соперников. Конечно, важно, тем более, третье, там, если смотрим, ну, в будущее, да, если выиграть кубок, ты сразу опять автоматически попадаешь в групповой этап Лиги Европы. И третье место уже, в принципе, так скажем, оно и не гарантировано, да, что по-любому выиграешь, ой, попадешь в групповой этап Лиги Европы. Поэтому для нашей команды действительно важно пройти как можно дальше в кубке, постараться пройти у нас Днепр, где, в принципе, там команда очень непростая и будет нелегко, я считаю. Ну, при должном настрое, при должном отношении, да, так скажем, думаю, по крайней мере, будем ставить задачу точно проходить. Самое главное, я думаю, чтобы у нас восстановили все наши игроки. И потом уже по весне еще главное, чтобы не было травм ни у кого, чтобы все были здоровы. И все на сборах хорошо работали, показывали свои лучшие качества на сборах для тренерского состава, для того, чтобы был у них выбор и, так скажем, приятная головная боль, да, кого ставить, состав кого не ставить по чисто спортивному принципу. И плюс к тому у нас неплохой календарь, четыре игры эти, да, у нас, так скажем, с командами, такие, ну, в принципе, такими, как мы, равными, да, там, где мы должны показывать, ну, хорошие уровни футбола. И первая очередная задача – это добывать результат. Дорогие болельщики, от лица всей команды хочу поздравить вас с Новым годом, с наступающим, с Рождеством Христовым, со всеми такими праздниками, которые лично для меня – это семейные праздники, стоят особняком. Хочу пожелать вам прежде всего здоровья, семейного благополучия, мира над головой, чтобы все желания, мечты сбывались. Все плохое, что было в 2018 году, забыть, хорошее взять с собой и приумножить в 2019 и в последующих годах. Также хочу пожелать нашим болельщикам, чтобы приходили на стадион почаще, побольше, семьи брали. Мы от этого на футбольном поле получаем тоже свои заряды, нам легче играть, тогда легче добывать победы, когда гоните вы нас, как Йован сказал, ветер в спинке, так скажем. И поэтому хочу пригласить всех на последующие игры в чемпионате, и нам нужна очень ваша поддержка. Всем спасибо за поддержку в прошлом сезоне, как было классно, даже вспоминали третье место, как стадион хоть и не заполнен, но как классно, какие эмоции были и у футболистов, и у болельщиков всей Полтавы. Поэтому давайте так чаще делать, и мы со своей стороны будем стараться вас радовать своей игрой, а вы постарайтесь радовать нас своей поддержкой.